Читаем Эдуарда Лимонова, который потрясающий, значит он теперь сделался публицистом. Кстати, вчера выпад был грязный в твиттере Ильи Яшина против Лимонова. Илья Яшин, мелкий насекомый, который где-то карабкается по телу Собчак. Уже, кстати, говорят, не карабкается. Уже не карабкается. Да. Не карабкается по телу Собчак. Значит, выступил против Лимонова, великого человека эпохи. Да, я представляю. Это что-то за предельное. Почитайте Яшина, почитайте Лимонов. Да, понимаешь, мне так стало стыдно вчера, но его Сопрыкин умыл, Сопрыкин умыл его. Он Яшину написал, Лимонов бог. Все, ну типа там, и там, и остальные. Я не стал, я просто Яшина располовил и все. У меня несколько же, у меня несколько аккаунтов в Твиттере, несколько. В некоторых я читаю, в некоторых пишу. Ах, вот как? Ну, конечно. Ну, так слушай. Надежды мои оборвали. Я его располовил, думаю, пошел он насекомый, иди карабкайся по Собчак дальше. Ну вот, но Лимонов, но не Лимонов, при этом гениальный. Абсолютно. Значит, смотрите, очень интересно написал Путин, он не совпадает с моим ощущением нисколечки. Президент Путин выступил в Российской академии госслужбы. Я его на канале 24 внимательно рассмотрел, пишет Лимонов. Ну, во-первых, он производит впечатление подавленного и друченого человека, смирный, такой хмурый, несчастный, я бы даже сказал, но не злой, смирившийся. Ничего подобного. Путин, на мой взгляд, вот мы с Настей смотрели нарочно, сегодня на летучке на России 24 на сайте. Путин очень похожий на себя, ничего нового. Дальше, вот это мне понравилось. Во-вторых, ужасны, конечно, господа в аудитории. Это правда, это правда, блевотные господа вообще абсолютно блевотные. Ты заметил? Когда я прочитаю эту фразу снова, потому что она мне нравится. Во-вторых, ужасны, конечно, господа в аудитории. Все старые и порочные, и облезлые, кто с лысиной, кто в шляпе, как идиот. Актер этот, который Д'Артаньяна играл, как его? Баталов, я не помню, кстати, кто играл в Д'Артаньяна? Боярск. Я просто не видел. Я не смотрю советские фильмы, ну и русские тоже. Значит, актер этот, который Д'Артаньяна играл, как его? Лица узнаваемые и неприятные. Я бы перед такими выступать отказался бы. Что не могли ему молодежи подогнать, спрашивает Лимонов. Теперь, по сути, что он говорил, Мавзолей не оправдал, сравнив его с... Такое впечатление, что скоро могилу Ельцина ликвидируют, ну и так далее. Ну, значит, слушай, Лимонов потрясающе, потрясающе, потрясающе. Значит, что мы... Давай приступим к обсуждению мы теперь, Путина. Во-первых, давай, выступи ты. Со словом, слово предоставляйте, давай. Да. Ну, Путина обычный. Он не новый никакой, он где надо, вдруг он становится энергичным, вдруг он становится задумчивым. Ну, если судить по видео, то он был обычен, и я бы от себя добавила немного, ну, скушен, если можно так выразиться. Ну, скушен. Ну, такие, в общем, штаны, заплатанные. Штатанные такие, вы знаете, помните, как мы однажды Матвиенко звонили за эфирой, и она сначала первые вот секунды там, ах, да, да, когда ее Советы Федерации подозначили. А зафигай ему, а зафигай ему зря порох жечь, он победил на выборах, и все. Зафигай ему зря порох жечь, я не понимаю. Второе, то, что я слушала, все-таки его больше. Это мы с тобой каждый день жжем порох тут, как сумасшедшие. Ну, давай. Да. Ну, может быть, через 25 лет тоже начнем так. Потихонечку. Беречь себя, беречь себя, беречь себя. Как у Сорокина. Беречь себя, беречь себя, да, да, да. Ну, вот, я хотела сказать, что в аудио ряде я поразилась тому, как он, так, знаете, немножко с напором иногда начинал говорить, и вместо того, что говорил, чё. Чё, это нормально. Нет, ну, это стилистические пасы, это очень его. А чё они нам диктуют, а чё, а чё вот это вот? Да, нет, ну, это очень путинское опять, не надо, не надо здесь говорить, что это что-то новое. Я в такой концентрации это не слышала. Да, да. Вот, иногда он, а иногда он так, как бы, ну, начинал так, вот, про то, что взятки на дорогах берут, так немножечко более скромно говорить. И с горечью. С горечью, абсолютно с горечью, да. Я согласна. Через минуту вернемся, обсудим, погнали. Следовательно разбираем Путина, последовательно разбираем. Герой труда сначала или Ленин вперёд, что ты хочешь? Давайте герой труда, значит. Давайте герой труда. Скажи мне, пожалуйста, про себя. Характеризуй меня, мне себя с точки зрения геройстости труда. Ты три четверти героя труда. То есть, условно говоря, ты знаешь, нет. Нет, и потом, превращение в героя труда происходит постепенно, как в Хинаяне, или мгновенно, как в Махаяне. Притворение героя. Я тебе сейчас объясню. Герой России, герой России может внезапно под деревом бодхи обрести геройство. Понимаешь? Нет, это очень важная концепция. Очень важная концепция. Можно уже сидеть под ним. Это абсолютно важная концепция. Ты становишься героем России мгновенно. Ещё вчера ты был подонок, сутенер, наркоман и негодяй. После чего ты бросился под фашистский танк, например, или под машину американского посла. Неважно, это я учу людей, пожалуйста, как получить медаль. Ну вот. Значит, и ты стал герой России мгновенно. Ты обрёл геройство мгновенно. Нет, это не подходит. Это как сполох. Это вдруг тебя осенило. Вдруг. Не подходит. Герой труда, внимание, по Путину. Это герои другого, да? Должен быть охренительный. Охренительный. И вообще я понял, что Путин, он скорее к Хинаяне себя соотносит. Вообще Путин очень тоскует по Советскому Союзу. Нет, он тоскует по Хинаяне. Нет, по малой колеснице. Я тебе объясню, почему. Он говорит, герой труда должен отработать 35 лет, но не просто отсидеть, а количественно, количественно и качественно показать результат своего сидения. Поняла, да? Да, конечно. Но, тем не менее, это малая колесница, и тем не менее, это не предполагает внезапного озарения. Нет, не предполагает. То есть, например, 35 лет сидел в тюрьме, потом бам, с герой труда не можешь стать. Нет. Нет, не можешь. А если ты блоху подкуёшь, вопрос из зала? Нет. Ты 35 лет сидела в тюрьме. Потом выходишь такая и говоришь, я блоху подкую. Берёшь такая, опа, лансадрится отца. Нет, вопрос. Ты герой труда или нет? Не знаю. А рядом сидит, попёрдывает 35 лет, пропердел уже стул свой. Герой труда. И не может подковать. Не может подковать. А ты можешь. Ты герой труда в этот момент? Нет. Путин сказал, что нужно обязательно выработать критерии. Поэтому мы с вами всё должны предложить. Я и пытаюсь это сделать. Но Путин дал уже марамки хинаяны. Он уже против махаяны. Он уже против чань буддизма. Он уже против внезапного озарения. Понимаешь? Он говорит, что нужно идти через постижение продолжительное. Конечно. Терпение и труд. Путин скорее ломаист в этом. В этом вопросе, да. Он говорит, надо идти через труд. Нельзя внезапно стать героем. Нельзя. Но, а героям России можно внезапно. Таким образом, герои России все. Есть последователи Махаяны. Потенция героя России. Махаяны. И каждый из нас потенциальный герой России. Каждый из нас. Абсолютно. Но не каждый из нас. Герой труда. К сожалению. Понятно, да? То есть, внимание, слушатели. Слушатели. Мы сейчас дефиницию дадим. Каждый из вас потенциальный герой России. Мы знаем, что вы подонки. Но вы можете, схватив гранату в зубы, броситься под машину американского посла. Или не надо? Давайте не надо, не надо. Не ходите. Ну вас нафиг. Сейчас правда бросится. Вот. Значит, слушайте. И тогда вы будете героем России. Ну, там, в каком-то случае, например. А с чем-то? С тортом, например, если вы кинетесь на Макфола. Давай, Кушевки, подучим, что-то сделать против Макфола. Давай. Макфола. Ну, да. Пусть они подучатся как-то, что-то сделают. Ну, да. Ну, да. Значит, вы можете... И тогда вы станете героем России. Внимание. Это очень важно. Это внезапно возможно. Внезапно возможно. Что вы до этого были подонками, это мы право знаем. Но вы произвели качественный переход. Пожалуйста. Теперь слушай меня. А героем труда так нельзя сделать. Вот каждый день кидаешь торт в Макфола, и ни хрена ты не герой труда. Только через 35 лет. Только через 35 лет. Теперь второй вопрос. На каком поприще? Да, вот это тоже большая конфликтуальная проблема. На каком поприще? На отверточной сборке Ford Focus или... Если вы прикручиваете отверткой фары к Ford Focus. Да. Во все лорусские. Правильно, Дарья? Да, измурительно еще. Три смены в день. Да. Нет, ну как три смены в день? Ну, как? Ничего подобного. По 8 часов 3. Одна смена в день у тебя. 8 часов. Две смены. Одна смена. У тебя одна смена. А я могу две? Я хочу. Нет, зачем? А зачем? Отвертку сломаешь? Ты что? Они и так полсмены пончики жрут в столовой. О чем ты говоришь? Значит, ну, конечно. Конечно, фару прикрутить долго ли? Она потом еще вываливается. Ну, слушай, конечно. Смотри, значит, на каком поприще ты можешь стать героем труда? Вот вы герои труда, например, я хочу спросить наших слушателей. По ощущению, вы герой труда или нет? Например, Сергей Заденцова каждый день устремляется пустопорожней, а потом наоборот. И все время ездит. Стоит из Заденцова. Фроги. Полтора часа сейчас отстоял на Варшавке. Вот он нам пишет. Он герой труда в связи с этим. Мне понравилась дама, кланившаяся за Ленинград, говорит Фроги. Это Фроги. А где это еще Фроги писал до этого? Нет, пожалуйста. Я на Варшавке. Кандыбал полтора часа, говорит Фроги. Он герой труда или нет? Вопрос. 7, 8, 8. Смотрите, нет, голосуем. Сейчас обсудим. Значит, вы чувствуете, что вы герой труда. 916-55-81. Ощущение у вас примит вашу спину. Распрямляет плечи. Вы герой труда. 916-55-81. Ни хрена вы не герой труда. Нет. 916-55-82. 916-55-82. Вот это озаренческое, внезапное. Мне все равно. Я-то махаринист, ты знаешь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я тоже хочу стать герой труда. Я каждое утро в 5 часов утра встаю. В 6 уже начинаю работать. В 10 часов 10-12. А в 6 на чем вы работаете? На машине я работаю. В 6. У меня малое предприятие. Каждый день бывает без выходных, без суббот, без воскресенья. И что? И вообще, а я в субботу сплю до полседьмого. Завидую вам, завидую. Эх, я в субботу и воскресенье сплю до полседьмого. Вообще просто. А так обычно до пяти тоже, да. Спасибо. Хочется стать героем труда, пожалуйста. Сейчас у нас 63,4% уже герои труда. 63,4% проголосовали, что они герои труда. 62,9%. Смотрите. 916-55-81. Вас будут в общественные туалеты пускать бесплатно. Аж какая еще награда? Какая еще? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 А сам не хочу, знакомого моего можно сделать героем труда. Расскажите о его подвиге. А за все время, то что я его знаю, наверное, ну, тысяча три с половиной людям работу дал. Они платили подоходный налог, обеспечивали своей семьей. Слушайте, а вот эта вот тема, которая не дает мне покоя, можно ли стать героем внезапно? В том числе героем труда. Я говорю, героя труда, вы сами понимаете, это из области. Нет, ну, правда, это все-таки, это все-таки... Ну, в моем понимании, понимаете, ну, что такое герой труда? Герой труда это тот человек, который от государства оттянул там какие-то заботы его, освободив для больниц, там еще для чего-то. Я понял. Сейчас буду думать. Деньги, да. А не получал там, не вставал там бестолково в пять утра и ездил там... Как это бестолково? Ох, повставали бы вы бестолково. Это в пять утра вставать, это надо в девять ложиться. Еще дом колесом весь ходит, а вы уже в десять должны спать. Ну, может быть. Это сам по себе подвиг. Я люблю в субботу поспать часов до двух, до трех. До шести не умею, к сожалению. Нет, трудно. Да, нет, я должен сказать, что главный подвиг мой, трудовой, это лечь спать в девять. На самом деле, в десять я засыпаю. Все верно. Я делаю это годами. Ты понимаешь? Ты думаешь, легко мне за эту медальку надо было? Хорошо. Я остановлю это голосование, и нам надо расстаться на рекламу. Секунду, я сейчас вам скажу, что получилось. Чувствует в себе героизм трудовой. Шестьдесят два и три десятых процента. Шестьдесят два и три десятых процента. Тридцать семьдесятых процента охарактеризовали себя как не героя труда. Тридцать семьдесятых процента полны какого-то самоедства и критики. Пожалуйста. Меня больше всего разочаровывает, что нужно долгие годы идти к этому званию. Я настаиваю на азаренческой, махаинистической, махаинистической концепции. Погнали дальше.